Друзья, сейчас 7 утра. Петренко едет на конкурс каких-то чтецов в Ясную Поляну. Говорит, что ему заплатят за бензин. Ну, обещали. Может, и не заплатят. Поэтому мы, как истинные халявщики, едем с ним в 7 утра в субботу. Петренко, 7 утра. 7 утра. Ну, а как ты хотел? Нам еще в Орле надо орловского чтеца забрать. А Ясная Поляна... Ты знаешь что-нибудь про Ясную Поляну? Что это попса. Это мало того. Я тебе по пути расскажу пару. Пару фактов или не фактов, которые я знаю о Ясной Поляне. Ясная Поляна, как вы наверняка все знаете. Это то место, где жил писатель Лев Толстой. И, Ваня, вот ты знаешь что-нибудь о Ясной Поляне? Что там жил Лев Толстой и на деле он же. А я еще, знаешь, кое-что слыхал. В общем, у меня один знакомый как-то рассказывал, как он летел... Ухи какие-то. Летел в самолете, а рядом с ним сидела тетенька Голландка. И эта тетенька Голландка, она неплохо говорила по-русски, потому что она специалист по творчеству Толстого. То есть толстовед тетенька. Она спрашивает тетеньку, говорит, тетенька, а вам вот... Ну как вот, что на вас произвело основное впечатление? Тетенька говорит, ой, на меня, говорит, основное впечатление произвел в Ясной Поляне туалет. Там, говорит, туалет, понимаете, там просто дирка в земле. Просто дирка в земле. И вот на самом деле я сегодня очень хочу найти в Ясной Поляне туалет, который дирка в земле. Будем искать. Унезапно. Неожиданно, да? Неожиданно. Интрига, да? Интрига. А то же. Мы проехали Щекино и оказались таким образом за Щекино. А за Щекино через километра полтора мы повернули с трассы влево. И вот мы уже только что въехали в Ясную Поляну. Ну, в общем, мы куда-то сейчас должны приехать. Туда, где ходят босые мужики с вот такими бородами, подпоясавшись грубой бечевкой. По поводу дирки в земле. Как оказалось, все не так ужасно, как казалось. Вот за моей спиной прекрасный каменный домик. Ну, достаточно свежей постройки. Ну, в общем, там все функционирует. Значит, что? Ну, значит, миф развенчан. Туалет есть. Так, теперь пойдем вот сюда ставим, чтобы видно было вот так. Пошли. Ох. Домики эти. Ульи видно? Сейчас посмотрим. Немножко видно. Да. Я же, просто я же был на экскурсии, и мне там многое рассказали. Так вот, Толстой, он вообще заморозил, он считал, что он офигенный помещик, и он разводил пчел, там пытался выращивать персики. Ну, с абрикосами еще получалось, тут даже тепличка есть. До сих пор стоит 867-го, что ли, года постройки деревянненькая, ну, со стеклышками. А усадьба, между прочим, это, она сейчас 400, а раньше было 900 гектар. Представляете, площадь какая? Ну, потом подраскулачили графа. Вот этот беленький домик с зеленой крышей. Вообще, кстати говоря, я не знаю насчет туалета, но все остальные дома здесь настоящие. Так вот, вот этот домик, вот в нем была та самая пресловутая школа, знаменитая, вот, которую открывал Толстой, она, правда, года 3-4 просуществовала, где вот эта вот, «Мать сочлась сливой», вот это, вот это там он преподавал. А потом, по официальной версии, пришли злобные жандармы, и в 862 году все закрыли. Но я-то думаю, что просто после отмены крепостного права все крепостные дети нафиг разбежались из этой школы, и все. А вот это, кстати, дом, это самый старый дом этой усадьбы, ну, из тех, которые сейчас сохранились. Это дом старого князя Волконского, с которого, с которого Толстой написал Болконского. С Волконского он написал Болконского. Все-таки так, да-да-да. И тут вообще на самом деле, в этой ясной поляне, то есть, опять же, если вы знаток и любитель войны и мира, тут все вот это, все, что вы здесь увидите, тут оно все описано в книге. То есть у всего есть какие-то там прототипы, туда-сюда, каждая аллея. Ну, там же все подробненько. Вот, то есть, ну, правда, если вы любите Толстого и войну и мир, тогда, конечно, даже нефиг думать, сразу собрали чемодан и бегом сюда. Ну, я не знаю, может быть, проблема в том, что Толстой вообще не очень герой моего романа, в общем, дело. Вот. А мне нравится, мне нравится, что постройки все настоящие. Вот это круто, кстати говоря. То есть, оно там, согласно, я не знаю, правда, завещанию или решению семьи, все в состоянии 910 года, вот когда он помер. Это не так-то давно было, на самом деле. Ну, что такое, 100 там, 100 с небольшим лет. Тебе примерно. Да, ну тебя. Вот. А немцы же здесь были, немцы, конечно, делов натворили, но они тут были месяца полтора всего, они простояли здесь и даже казарму в доме, где жил Толстой, устраивали, а напоследок пытались его сжечь. Развели, вот я не помню, то ли в двух, то ли в трехкомнатных костры, но все равно не взяло ничего. Какая глыбища, какой матерый, человечище. Очень много табличек и стрелочек по усадьбе. И половина стрелочек гласит могила Толстого. Мы сейчас пойдем и посмотрим, как он там лежит. Вот жалко, километраж не указан. Ну нормально уже, да, чухаем. Сейчас 400, а было вообще, говорят, 900. Но мы должны дойти. Должны. Толстой дошел, и мы дойдем. Слушай, а слово Толстомогильник плохое? Оно мне что-то очень нравится. Я не знаю, до темноты-то мы должны дойти до последней обители графа. Кстати, я вообще толком его не читал. «Войну и мир», например, я прочитал 20 страниц. А потом сказался больным и даже не завтра в школу не пошел. Хорошо, да, сказался больным. Зона тишины. Я же говорил, что чувак был скромен. и все. И все. Как он из-за МСи. Вот и все. Точка. И все. И все. То есть даже камня нет, да? Прикинь. То есть это такой конец пути, да? Дорога шла-шла. И все. Вообще. И я впечатлен. Помнишь, я тебе вчера, кажется, говорил, что мне по барабану вот как обойдутся с моим бренным телом. Я вот так не хочу. Если что, ну, хоть там камушек, ну, как-то. Ну, не зря шли. Что скажешь? Ну, как ты мне сказать? Ну, не зря, да. Так как бы такой результат это, ну, тоже результат, да. Я так, я так не хочу. Крафский сникерс. Я говорю, он под старость уже совсем с глузду съехал. Ну, представляете, он сказал, что наш, говорит, богатый образованный класс это все дерьмо, говорит. Крестьяне, вот у них сила. И ушел, вообще ушел в народ. Пешком ходил в Москву, говорят. Представляете? Отсюда? Отсюда. 200 километров до Москвы. Пешком ходил в Москву. Пешком еще, сказали, в Оптину пустынь ходил. Тоже порядочное. Ну, короче, фрик. Такой фрик. Ну, я не знаю, опять же, если бы я был фанатом его литературы, я бы, наверное, называл его не фрик, а чудаковатый гений. Ну, по-моему, фрик. Ну, вот на самом деле, что еще на меня произвело здесь впечатление, они же, есть люди, которые с экскурсией приехали, есть люди, которые, совершенно точно сами по себе. Куча, куча машин вокруг, не припаркуешься. Ну, вот сейчас сказали, кстати, на экскурсии, у них тут по тысяче человек только через музей, не через парк, а через музей тысяча человек в выходные проходят. Кстати, что в парк можно бесплатно пройти? В парк можно бесплатно пройти, ну, если вы сказали, я на конкурс чтецов, тогда можно, а так вообще полтос, вход в парк, ну, что-то пилят, что-то делают, то есть тут движуха, тут прямо, прямо кипит жизнь. Я думаю, что Толстой, вот, он об этом, наверное, мечтал, да. Вообще себя любила, ну, вот из-за всей этой такой напускной скромности в гостиной, где они кушали, на стенах висят портреты семьи, в числе которых несколько портретов самого Толстого. Ну, не знаю. С другой стороны, ну, дома имеет право, чего там поговорить. Интересный, короче, был персонаж, по-моему, даже интересней, чем его книги. Вань, нам закругляться уже пора, потому что буквально через 15 минут начнется тот конкурс, на который мы приехали, и если мы туда не придем, нам тупо не оплатят бензин, поэтому... Ну, давай, в двух слов, скажи, стоит ли сюда ехать, нет? Стоит ли сюда ехать? Я считаю, что специально нет. Вот специально ехать сюда нет. Но если вы едете все равно через Тулу, допустим, на машине, заехать на пару часов сюда, ну, хотя бы для того, чтобы иметь свое мнение... Кстати, на самом деле, очень велика вероятность, что и вам понравится, потому что... Потому что это любопытное место, но вот специально... Я не решусь кому-то советовать специально поехать сюда, там, за 400 километров. Не решусь. Мы решили, что больше мы не будем эгоистами, и в одно из ближайших путешествий с нами поедет кто-то из вас, из наших зрителей. Сделать это очень просто. Для начала найдите нашу группу ВКонтакте, группу «Ленивый турист». Там будут все подробности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова